Всем привет, с вами Александр, продолжаем играть пост-альфа. Я хотел вернуться к диалогу с Сахаром, поставил я русификатор. Теперь посмотрим, что он рассказывает. Я здесь по заданию генерала Воронина. Мы хотим выключить выжигатель мозгов ИХ-16 и навсегда открыть путь к центру зоны. Он сказал, у вас есть пси-шлем, который сможет защитить меня от пси-излучения. Ну это, возвращаемся к вопросу, мало ли кто не поверит. Там я играл на английской версии, то что говорил, надо пробираться к центру зоны. И соответственно нужно выключить выжигатель мозгов. И тут Сахаров сообщает, что у него был прекрасно настроенный пси-шлем, но он его отправил на цементный завод. Куда мы собирались отправиться в предыдущей серии? Мы спрашиваем, есть ли от него толк, от этого пси-шлема. Он говорит, что да, и наш путь лежит именно на цементный завод. Но на цементный завод мы сейчас не пойдем, нам придется идти через локацию радар. Также смотрим, у него есть рецепты на трансмутацию артефактов. Давайте отправляться на радар, а там посмотрим, как будут обстоять дела. Радар встречает нас долбежкой по мозгам, и для этого нам нужен ненастроенный пси-шлем, чтобы хоть как-нибудь здесь выжить. Да, также здесь присутствуют монолитовцы, через которых нам предстоит пройти. Да, постоянно долбит, но... Жизни снимает немного. Это нам на руку. Еще один боец был, но он... Так, артефакт. Смотрите, какой-то читерский артефакт. Здоровье плюс 100%. Вообще отлично. Думаю, стоит проверять монолитовцев на наличие таких артефактов. Так, у этого винтовка, но я не буду брать пока. Сразу же и повешу его. Кровотечение минус 3%. Разрыв плюс 3%. Здоровье плюс 100%. Неплохо, неплохо. Без настроенного пси-шлема здесь было бы намного веселее, в кавычках. Я думаю, здесь бы жизненная энергия убавлялась бы хорошо, намного ищетивнее. Так, заспаунились монолитовцы. Я хочу их проверить на наличие таких же артефактов. Они их могли подобрать только в центре зоны, да? Ведь именно монолит сейчас там только стоит. Ну, не сейчас, а всегда стоял. Погуляли в центре зоны, набрали хороших артефактов и отправились на окраину для защиты. От посягательств на монолит. Хорошо, они по кустикам прячутся. Пошел. Да, долбит, но недолго. Долбит, но не сильно, а пси-излучение. Влезайте, где вы? Я хочу вас по-быстрому проверить и отправиться дальше. Мне нужен цементный завод. Чудо-шапка. Пси-шлем. У меня прототипа настоящий. Слушайте, тут стреляют неплохо. Почти завалили меня, да? Если бы, наверное, не тот факт, который я подобрал. Было бы совсем плохо. У меня уже сомнение терзает, справлюсь ли я с ними. Может, стоило просто побежать? Так. Это я не подрасчитал. Надо вешать патроны на пояс. А все ради того, чтобы проверить, есть ли у них артефакты или нет. Ладно, думаю, стоит заканчивать с этими пострелушками. Сейчас я проверю, кого уже убил. Надо отсюда уходить. Слишком уж местность такая. Неудобная, да? Смотрите, мы из кустов лупят. А я их не вижу. Так, тут еще РПГ. Ладно, все. Здесь пусто. Здесь тоже... Ничего. Снайпер здесь где-то был. Винтовку пока не беру. Все. Бежать отсюда. Нам нужен пси-шлем для дальнейшего продвижения. Так, мы на локации деревня. И идти нам очень далеко. Да, до следующего перехода через огромную локацию. Думаю, там продолжим. Брел я, брел себе по деревне. И случился выброс. И каким-то чудом я оказался в бункере ученых. Ох, боже мой, даже не смотрите. Возьмите это. Это поможет с симптомами, которые вы сейчас испытываете. Головные боли, шум в ушах. И примерно в 15% случаях странная тяга к алкоголю. Пожалуйста, не пейте это здесь. Это запрещено правилами. Употребляйте антирад и другие проверенные лекарства. Спасибо за лекарство, как вас зовут. Диди, это мое ненастоящее имя. Я выбрал это кодовое имя, чтобы избежать проблем. Тебе повезло, что мой поисковой отряд нашел тебя в сельской местности. Но я должен спросить, что вы здесь делаете, в такой пустынной местности? Количество невоенных посетителей можно на пальцах пересчитать. Ваш коллега Сахаров послал меня за полнофункциональным психшлемом. Он должен был упомянуть обо мне. Это без скорректировок психшлем служил тебе хорошо. К сожалению, у меня нет того, что тебе нужно. Я послал нескольких полевых рабочих в сельскую местность, чтобы сделать некоторые замеры для дальнейшей тонкой настройки. Но они не вернулись, и поисковые отряды пропали, ища их. Вы их не видели? Нет, я их не видел, не волнуйтесь, я буду искать ваших людей. И одновременно я буду искать шлем. Тут неправильно переведено, он говорит, что он будет искать, и вам только стоит указать направление поиска. Да, конечно, последний раз они выходили на связь возле старых проклятых вод в подземных тоннелях. Я отмечу это место для тебя, он советует нам поторопиться, потому что это дорогой шлем высшего качества. Хорошо, спасибо, я верну его назад. Но он будет мне нужен. Да, все понятно. По торговле что у вас? Найти подземные туннели под дамбой. Хорошо, это находится на локации деревня. Пристоит долгий путь. Думаю, там и продолжим. Очередная новая локация и новая подземная. лаборатория, плотина, да? Как написано? Давайте смотреть, что там. Это место поиска пропавшей экспедиции, насколько я понимаю, да? Так, смотрите, какие-то инструменты. Инструменты... Вторые инструменты. Для тонкой, наверное, работы, да? Для калибровки и... Для грубой или для тонкой. Хорошо, но нам нужны не инструменты, нам нужна пропавшая экспедиция. Вернее, нам она не нужна, нам нужен птичий шлем для дальнейшего продвижения. Но пока здесь пусто. Я ничего... О, еще одни инструменты. Basic. Основные, да? Ну, для грубой работы. Там были для калибровки и для тонкой работы. Какая-то сценка. Я нашел вход на тоннеле. Обрушен, заблокирован. Он говорит, в церкви есть некий отшельник. Он должен знать другой путь. Хорошо, встретиться с отшельником. Он здесь недалеко. Была упомянута церковь. Почему-то все отшельники прячутся в церкви. Классика жанра. Бин забыли. Давайте пробежимся до отшельника и посмотрим, что он сообщит нам и почему здесь завалы. Куда дальше нам направлять свои стопы для поиска пси-шлема настроенного. Без пси-шлема мы не сможем продвигаться дальше на север. Не сможем отключить установку в лаборатории X10 и X16, насколько я понимаю, да? Или все-таки будет другое задание. Посмотрим, что сообщит отшельник многоуважаемый или не очень. Да, очередная огромная локация. Смотрите. Место есть, где разгуляться, есть где побегать, поискать. Я за кадром побегал. Вон, вспышек куча нашел. На выносливость. Для более быстрого перемещения по таким большим локациям. Ну, здесь есть и транспорт, но его еще нужно найти. А покупать дорого. Я имею в виду транспорт. Да, прибыли мы на место. Отшельник находится в церквушке. Эта церковь у нас была в чистом небе. Если мне не изменяет память. Не думаю, что здесь увижу новое лицо. Здесь довольно одиноко, как и всегда. Что привело тебя в эти края? Это длинная история. По крайней мере, мне нужно найти проход в заброшенное подземелье. Я знаю, где находится проход. Тебя отвезти. Нет, не нужно. Достаточно отметить местоположение на карте. Спасибо, ты мне очень помог. Хорошо. Что он отметил на карте? Посмотрим сейчас. По торговле пусто. Но нам пока ничего и не надо. И денег у тебя нет. Так, что он отметил? Вспуск в подземную лабораторию. Я думаю, там и будем продолжать. Почти я добрался до спуска в подземную лабораторию. Найти ученого. Так, и где здесь? Нет, на лифте мы явно не поедем. Все проще, наверное, через бок войти. Хорошо. Но нам явно нужно спускаться вниз по лестнице. Как я понимаю, это стандартная лаборатория, которая была на янтарее в оригинальной игре. Мы еще туда ходили за документами для Сахарова. И там был костюм призрака. Осмотрюся здесь. Нет, не стандартно. Есть ходы. Так, ну здесь пусто. Так, что у нас сверху? Нет. Сверху ничего. После недолгого поиска и убийства двух кровососов и бюрера я нахожу ученого, на котором есть то, что мы искали, а именно настроенный прототип Пси-шлема. Найти излучатель в лаборатории Х-16. Так, а это где у нас? Это у нас находится здесь. А точнее, на цементном заводе. Туда и отправляемся. Посмотрим, что за лаборатория. Х-16. Она находится на цементном заводе. Такая же лаборатория, как была на янтаре. Думаю, нужно туда спускаться. Другого выхода у нас нету, да? Тем более, мы вовсе оружие. Прототип у нас есть. Можно ничего не бояться. Бегло осмотрю здесь. В этой будке, насколько я помню, в одном из ящиков должен быть комбинезон сталкера. но его здесь нету. Хорошо. Тогда, не тратя патроны, незамедлительно отправляемся в Х-16. Х-16. Встречает нас кроваво-красным рассветом. Почему рассветом? Потому что, как я понял, мы просыпаемся и оказываемся во сне. У нас сегодня очень важный момент, доктор. Сообщает нам один из лаборантов. Я не помню вас. Стриман. Гордон Стриман. Мы не ожидали тебя. Я всегда хотел сказать, кто решил назвать тебя так? Гордон Стриман и Борис Масс-Леникроф. Пожалуйста, report to the Observation Center. Я повторяю. Пожалуйста, report to the Observation Center. Half-Life 2. О, привет, Гордон. Видишь, эти животные не контролируемые. Я даже не могу 教ать их, чтобы ехать из моей руки. Видно, как мы все это сделали с этим снегом. Эти животные не такие уж не контролированные, не бесконтрольные, они могут есть из моих рук. Хорошо. Рассказывают про какие-то элементы, потом спрашивают, знаете о них? Нет? Тогда исчезните отсюда. Так, здесь заблокировано, не запройти. Опять этот профессор. Уснул на работе. Нужно постоянно контролировать газ, а то это может привести к взрыву. Извините, все хорошо. Тебе помочь. Если это снова повторится, можете попрощаться со своей работой. Так, а что здесь вообще происходит? Пока непонятно. Смотрите, да, у нас ничего не активно, не дар уже, только кулаки впереди и фонарик. Мы будем отключать эту установку. Излучатель, ведь нам надо отключить ВК-16. хорошо, давайте проведем брифинг. Посовещаемся, как лучше сделать. ВК-16. 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 Включите электропитание генератора номер один. Включите. Но нам нужно выключить Ладно, давайте посмотрим, что будет Что получится из этого Давайте пробовать Выключать все эти установки Или включать, как они говорят Начнем с самого нижнего яруса Насколько я помню, это находится здесь Запустить главную электростанцию Так Ну, что-то сработало Не знаю, правильно я делаю или нет Но пока так А там разберемся Есть смысл подняться на второй ярус И попробовать отключить там Нет, метки не меняются Они как и были по этажам, так и остаются Ладно Будем пробовать методом проб и ошибок Включить электропитание генератора номер 3 Хорошо Поднимаемся на третий ярус Опять Включить электропитание генератора номер 2 Нет А, отличная работа И все, теперь осталось включить главный Все отключено То есть Была последовательность или нет Я не понял Но как бы то ни было Теперь нам нужно идти в пульт управления И будем надеяться, что все пройдет гладко Как-то пройдет, но лучше, чтобы это прошло гладко Отключить чудо-установку Да, действительно чудо-установка Все, заработало Задание выполнено Включить электростанцию сжигателя на воздух Следующий свой сон Да, что-то произошло Не знаю, хорошо это или плохо Сейчас увидим Так, какой-то пожар начался То есть ход отрезан И здесь, смотрите, пелена какая-то Вы говорили, что использовали всего лишь пустой мозг Ну, это какие-то местные тёрки Да, да Мы, походу, стали причиной коллапса Что-то здесь пошло не так Ну, нам это и нужно Нам нужно выключить Отключить Излучатель VX16 А это всего лишь сон Так, ребята, если что, я не знаю Прям хофф-лайф какой-то Гордан стриммер А вот теперь мы проснулись Отключить главную электростанцию Появляется задание Я смутно понимаю, что нужно делать Смотрите, таймер какой-то пошёл Отключить резервный источник энергии номер 2 Иди туда быстрее Сообщение от доктора было Так, на меня не пускали По крайней мере, не пускали Что-то я совсем потерялся Еще какие-то аномалии появились Это, надеюсь, были мутанты Прут они, конечно Дробь Дробь артефакты Так, всё у нас убрано было Будем прорываться Надеюсь, хватит дроби Но лишний раз никого трогать не буду Так, я совсем потерялся Так, выдуставал пушку Это готово Что ещё? Спускаться на нижний ярус, скорее всего Если бы они были немного парасторопней Конечно бы они меня перестреляли Так, здесь тупик Здесь тоже заблочено Здесь тоже ничего Помимо того, что нужно спускаться Здесь ещё и всё Забаррикадировали Но время тикает Надеюсь, нам его хватит Одна ещё, да, вроде осталась Один рубильник Здесь можно пробраться Подключить резервный источник питания Энергии номер 3 А номер 3 находится наверху Я должен успеть добраться За 45 секунд Нет Номер 3 находится Внизу Потому что внизу же мы не отключали, да? Всё, готово По крайней мере, таймер теперь не тикает Долго здесь оставаться не стоит Но Уже Нас время не подгоняет Так, здесь можно выйти Здесь должен быть туннель с дыркой Там, где ещё в оригинальной игре был контролёр Но он, по-моему, находится повыше Что-то я совсем потерялся с этой лаборатории Да, вот туннель Чётко идём по стрелке По целеуказателю Живи Попробуем ближний бой Я думаю, с одним и справимся Глупо, конечно, стрелять через защиту Но я предпочту убежать отсюда Надоело она мне Этой 16 И в туннель Стандартный выход Прошёл я через систему туннелей И выходим мы на цементном заводе Он же янтарь Найти отшельника на радаре Появляется задание То есть, опять путь лежит на радар Так, радар История сообщения Отшельник на радаре Странник Хорошо, будем пробовать пробиваться на радар Тем более, это не близкий путь Я думаю, там и продолжим Добрался я до радара И отшельник совсем недалеко Хорошо, я москвич сберёг Можно более быстро перемещаться А так, да, бегать немного Согласен Тормозим Не забываем выключать двигатель Бензин не бесконечный Но я больше чем уверен Можно заправлять Но я пока этого не делал Такой вот отшельник Не убивай, я не мутант Я знаю Болотный доктор говорил о тебе Доктор хороший человек Зачем он тебя послал сюда В Х-10 мне нужно попасть И отключить её Чтобы освободить путь в Припять Тогда путь в Припять будет открыть Ну, перевод, видите, неправильно Он говорит, что помнит эту лабораторию Он там работал, говорит Если ты туда сунешь, ты будешь такой же, как и я Мы говорим, что у нас есть Пси-шлем И просим его помочь Проникнуть в лабораторию Х-10 Получить доступ туда Он говорит, что есть проход через Бунки в горах Ну, тебе нужен ключ доступа Он заперт у меня дома Мы говорим, что нам нужно получить этот ключ доступа любой ценой Но я не буду читать, потому что здесь ахинея написана Промтом перевели Кто помнит, что такое промт Молодец Так, что-то непонятное Кроме Да, он просит нас принести ему снаряжение Тогда он Предоставит нам ключ доступа к лаборатории Х-10 Которая находится в горах Я, говорит, выслежу его старик Снаряжение он просит принести Своё старое Он был работником Когда сбегал Оставил своё снаряжение Но он находится на радаре Но сюда так просто не попасть К его схрону нет прямой дороги через радар Поэтому через армейские склады и мёртвый город Мы перемещаемся на другую часть локации радар Обогнув опять ползоны Я на москвиче ездил Но там было много монолитцев Поэтому пришлось немного повоевать Другого пути я не нашёл И вот так по заборчикам Я перепрыгиваю и бегу К схрону отшельника Так, хорошо Вот и схрон Забираем лодку, птички и какой-то мозг Вернуть вещи хозяин Можно смело возвращаться обратно Через поллокации пробежать Через ползоны, через мёртвый город И армейские склады Вернулся я обратно к отшельнику Говорю Что твои вещи я принёс? Да, столкнулся с бойцами монолита На своём пути Спасибо тебе Я думал, что никогда их не увижу снова Вещи лежат В моём доме Ключ Код доступа к сейфу 2.1.8 Хорошо Так, смотрим Где лежат вещи Сейф с отмычкой Ну, не сейф с отмычкой Переведено неправильно Сейф с кодом 2.1.8 У нас есть код Здесь аномалии Темно Не получилось у меня поспать Потом произошёл выброс Так Почему-то у нас не показываются аномалии Детектор сломался И у нас есть перегруз Надо от него избавляться Съемшу по басу Так Так А куда стрелка у нас указывает? Я вообще правильно Поставил целеуказатель? Нет Вижу бойцов монолита Они здесь присутствуют В большом объёме Да, конечно Я не туда бегу Я уже совсем потерялся Набегался По локациям То есть В завале В самом завале Где-то, да? Это будет сейф Как я понимаю Не повесил я бы Тетераномалии Но теперь будет проще Ладно, пойдём В самую кучу В самую гущу радиации У нас полно антирадина И аптечки присутствуют Так что ничего страшного Тем более здесь Смотрите, недалеко Вот и дом отшельника Старый Заброшенный Сейф 2.18 По-моему Да, сейчас более быстро получается Разобрался я с механизмом Сейфов Документы бункера Хорошо Заберём всё И возвращаемся К отшельнику Так, придётся опять Лезть Так, что здесь Это бесполезный артефакт Не бесполезный А малоэффективный Перегруз Съедим Лишнее Так, опять я залез Залез в самую гущу Ломлюсь На пролом И походу Не только в самую гущу Но и в самую гущу Аномалия Здесь вообще Не противует Никак Сам виноват Спешу Ладно Придётся Обходить Да, даже радиацию Не подхватили Хорошо Да, ключ доступа Мы взяли Позволь мне пользоваться этим Так, должно работать Моя работа закончена Сталкер Идея отомсти За тех Кто погиб Да, опять перевод хромает Получили мы Ключ доступа К карту доступа И теперь Путь Лабораторию Икс-10 Открыт Ход Лабораторию Икс-10 Открыт Незамедлительно Отправляемся туда Очередная Жуткая Лаборатория Икс-10 Отключить Замок Номер Один Есть Задание То есть Будет присутствовать Два Замка Помним Первостепенная Задача У нас Отключить Излучатели Один Мы Отключили Вык-16 А Осталась Лаборатория Икс-10 Крыса Специально Здесь Чтобы Уветь Побольше Патронов Из меня Что-то Здесь Будет Серьезно Сразу Скажу Пришлось Здесь Мне Побегать Чтобы Найти Эти Замки Первый Замок Я Нахожу Здесь И смело Отключаю Его Отключить Замок Номер Два Кстати В этой Лаборатории Заметил Очень много Отвлекающих Факторов Ну Соблазнов Он Допустим Пойди Туда Можно Конечно Побегать Все Проверить Что Я И делал Пока Не нашел Алгоритм Отключения Эх Не добросил Жаль Крысы Крысы Достают Крысы Вижу Глаза Светятся Так Через Бессмысленно Стрелять А так Так готов Один Остался Еще Один Не вовремя Была Перезарядка Вроде Все Так Смотрим ПДА Куда Сообщается Какой-то Код Возможно Вам понадобится Но В последующем Потом Посмотрим В истории Сообщений Дроби Становится Все Меньше Да Все-таки Лаборатория Это Жуткое Место В Сталкере Будем Зачищать Крысы С винтореза Что делать Может быть Это Даже Более Эффективно Тем более Патронов У нас Полно Так Опять Я не слежу За поясом За патронами На поясе А крысы Доставить Все больше И больше Второй Замок Находится Здесь Можно Смело Дергать За рычаг Найти Вести Код Двери Систему Безопасности Мы Отключили Осталась Какая-то Дверь 5271 Код Двери За Которые Будут Отключения Излучателя В этой Лаборатории Насколько Я понимаю А дверь Находится У нас Неподалеку Да Призывки Роского Происходили Здесь Какие-то Исторические События 5270 День Отключить Пси Излучатель Номер Один То есть И будет Два Правильно Я понимаю Так Что Здесь Смотрите Какая-то Метка Телепортации Метка Зона Телепортации Так Находим Ученого И КПК Что это Пока Не важно Потом Почитаем Вот И Наши Рубильники Один Готов Второй Готов Так Крысы Как Сюда Забралась Здесь Также Два Рубильника Все Надеюсь Все Так Я не могу Стрелять Мне Продолжение следует... Так, и что дальше? Отличная работа, Мичин, иди сюда, поговорить нужно. Иди сюда, такой простой, поговорить с Ворониным. Надо сначала выбраться отсюда. Так, здесь заперто. Смотрите, ученые бегут к месту телепортации. То есть они уходят из этой лаборатории. Так, и появляется полтургивец. Не зря он появился. Не зря. Да, мы убиваем его, но включается таймер. Так, и что дальше? Пойду-ка я, наверное, по метке. Куда нас метка перейдет? По стрелке, вернее. Так, стрелка нас уйдет в стену. Так, здесь тоже ничего. А время тикает, время тикает. Так, может быть сюда? Нет, здесь тоже пусто. Вернее, не пусто, нет выхода. Так, я начинаю паниковать. К черту стрелку. Надо бежать на выход. Откуда мы пришли? Тем более, да, мы поднялись по лестнице. И я больше уверен, сейчас эта стрелка перевернется. И будет нам указывать как раз на выход. 35 секунд, время есть. Да, совершенно верно. Стрелка указывает на выход, значит мы справились с заданием. Отключили и здесь излучатель. Да, ушел я оттуда с этой лаборатории X-10. У нас появляется задание поговорить с Воронином. Значит нам нужно в окрестность Припяти. На этом я думаю все. Продолжим в следующей серии. С вами был Александр. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok